Мой первый матч против Коба. Первый раз, когда я сыграл против него. Первый раз, когда я реально сыграл против него, я такой, блин, я так и думаю, блин, что я правда на площадке против Коби играю? Я просто был в шоке. Я не уверен, что я даже смогу как-то это справедливо описать вообще. Серьезно. Это игрок, который висел у меня на стене в Спринг-Хилле в моих апартаментах. Квартира 602. На самом деле, для любого игрока, который хоть чего-то хочет добиться, вот момент, когда ты выходишь одновременно с ним на площадку, это просто твое. Ну вот это, я не знаю, как писать, ты просто в восторге. Я помню просто, что это был человек, которого я на Ютубе смотрел, хайлайты. Я помню, я просто смотрел на него, потому что, типа, ну ничего себе, я на площадку с Коби выйду, на одну площадку. Я помню, я готовлюсь к спорному мячу, буду прыгать с Эндрю Байномом и смотрю, на площадку выходит Коби. И я тогда понял, о да, вот действительно, теперь я понимаю, что я попал в NBA. Самое главное, что я запомнил, это то, как Коби готовится к матчам, как он ведет свою рутину, тренировку перед игрой. Меня удивило, потому что он проводил ее в 16 часов, хотя игра была в 19.30, за 3,5 часа до. И я полностью посмотрел его тренировку, я был заворожен. И я, кстати, пропустил все свои предматчевые процедуры. А когда ты молодой игрок, ты только в самом начале утра можешь это сделать, потом уже никак. Но это было неважно абсолютно, я полностью посмотрел тренировку Коби, только это имело значение в тот момент. Ты помнишь, что ты пытался сделать на площадке в тот день против него? Ну, я просто пытался не дать ему набрать 50 очков против меня. Мы тогда играли, это был первый мой сезон, мы играли тогда в плей-офф, и я защищался против него. Я пытался все, что угодно делать, там пытался трэш-токи, и тем, мол, все равно. Мы играли в форуме, это был мой первый сезон. Я был тогда совсем хлюплым пацаном, килограмм 70 реально весил. И я пытался защищаться, пытался играть очень активно против него, и, естественно, ему было все равно. И еще он так на меня смотрел, так было неуважительно, это была мотивация. Вы знаете, он шипел. Он шипел, как настоящая змея. Каждый раз, когда ты пытался отобрать у него мяч или что-то такое, куда-то войти в его пространство, он реально так делал. Он проверял меня. Он хотел посмотреть, на что я был способен. Он хотел узнать, из чего я сделан, и какой смогу я прессинг выдержать. Он проверял меня. Ему было важно выяснить, что я за человек, и вообще, о чем я переживаю. И я очень хотел заслужить его уважение в тот момент. Он просто включал режим убийцы, вот с этим адским лицом он всю игру проводил. О, я помню, нам жопу порвал, да. Я помню. Я всегда считал себя хорошим защитником силовым, работая в силовой манере. И я помню, что он разорвал меня, даже мяч не получая. Я всегда рассказываю эту историю, когда мне в матче пришлось смениться на Коби, он меня в посту давил, я его заблокировал, потом побежал за мячом со всех ног. Это у меня был важный момент, потому что я мог потом друзьям говорить, я парни заблокирую Коби Брайанта. Он тут же получил мяч, добил три в лицо, я сказал, игра не закончилась, пацан. Мой первый матч против Коби был, кстати, в Лос-Анджелесе, и тогда меня поставили опекать его один в один. У меня тогда был ассистент Брайан Шоу, они хорошие друзья, и он постоянно на Коби орал, типа, он тебя сожрет все такое, что ты с ним не справишься, что это молодое, он тебе сейчас все сделает. Ну и я на площадке должен как бы соответствовать этим ожиданиям, он меня просто раскачивает памфейками налево-направо, я ничего не могу поделать, он просто делает со мной все, что угодно. Я как самый молодой салага просто покупаюсь на самые простые его финты. И вот так происходит просто весь матч, от розыгрыша к розыгрышу, и Коби делает со мной все, что угодно. А потом он просто идет на скамейку, целенаправленно к нам, целенаправленно к Брайану Шоу, подходит к нему и говорит, так, слышь, твой молодой вообще не готов. Поэтому иди разбери с ним сам. Впервые я сыграл против Коби, когда я еще играл за Chicago Bulls, и тогда он был совсем молодой, естественно, мы играли еще с Майклом. Я помню, что он постоянно у Майкла на площадке спрашивал обо всяких разных мелочах, касающихся баскетбола. Ну, наверное, самое впечатляющее, это то, что он не то, что не боялся, он ждал этого вызова. Большинство молодых, выходя против Майкла, они с ума сходили от страха, а он наоборот говорит, давай, сюда иди, я такой же, как ты. Он просто Майкл Джордан нашего поколения. У него все вот эти вот финты, айзо, вот эти вот его победные броски, все эти элементы, это вот наши все. Меня поражало то, как он работает с вами, вот с журналистами, как он открыет, поражало то, как он тренируется упорно и невероятно. И я на самом деле никогда не говорил ему об этом, но я, когда был молодым, я копировал абсолютно каждое движение. Все, что он делал, я пытался повторить. Он был моим идолом, был моим главным игроком, я был просто счастлив с ним на площадку выйти. Это были просто я и он, то есть мы только двое, мы на площадке, и, честно говоря, все остальное не имело абсолютно никакого значения. Для меня это было главное, это был главный момент в моей жизни вообще.